Я уже был на похоронах дедушки Альберта, так что знал, что когда люди умирают, они остаются в земле и больше не встают. Но только если это не зомби-апокалипсис. А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Всем привет! Вы на канале Диофф Плей и сегодня мы будем начинать проходить новую навалу Милейший Монстр. Ну, новую для меня. Так-то она нихера не новая на самом деле-то. Но я ещё не проходил, так что давайте уж погнали! Помню, когда двоюродная бабушка Кларис была ещё жива, у неё была чёрная кошка по имени Бал. Хотя, строго говоря, это неправда. У бабушки Кларисы за всю её долгую жизнь была не одна кошка, но несколько. Так, я смотрю, короче, что-то оно очень быстро мне крутит. Давайте чуть помедленней. Может быть, поэтому у неё не было детей. Не знаю, я не психолог. И ставить кому-то диагнозы после смерти кажется мне весьма бестактным. Бабушка Клариса всегда любила кошек. После смерти моего двоюродного дедушки Альберта. Однако, она постепенно возилась с ними всё больше и больше. Она сажала их на колени и разговаривала с ними. Смотря на них так внимательно, что можно было подумать, что она ждёт ответа. Теперь, когда я об этом вспоминаю, это кажется грустным. Но когда я был младше, мне не было грустно. Мне было страшно. Конечно, такую криповую хероту увидеть. Я никогда не любил навещать бабушку Кларис. Она постоянно сидела в кресле, согнувшись вдвое, сгорбившись. Словно тот самый звонарь из знаменитого романа Виктора Гюго. И гладила своих кошек морщинистыми жилистыми руками. Наверное, она была типичной сумасшедшей кошатницей. В один момент у неё их стало шесть. Они линяли по всему дому и таскали мёртвых птиц по кухонному коврику для ног. Ёб твою мать. Я не особо помню её кошек. Ведь это всего лишь кошки. Видел одну, видел всех. Верно. Но Белл была другой. Я помню Белл. Какая лепота. Белл была чёрной кошкой. Гордой и величавой. С глазами зеленее всего, что я когда-либо видел. Она вообще не любила людей и шипела всякий раз, когда нежеланные пальцы подбирались слишком быстро к её блестящей шерсти. Она шипела на меня, на мать, на отца и точно шипела на бабушку Кларис. Она была по-настоящему рассержена. Белл даже пыталась царапаться. Тогда какие на хвост привязали бантик. Я до сих пор помню ощущения когтей Белл, пропахавших мне тыльные стороны ладоней. До сих пор помню уродливые красные раны из-за них. Она больше чем раз пускала кровь. Мать с отцом были сердето. Но бабушка Кларис просто прицокнула и ответила. «Ну что поделать?» Мои родители, как и можно было ожидать, были не слишком рады этому равнодушному ответу. В итоге они не посещали её несколько недель. Но одного они не смогли про... Но долго они не смогли продержаться. Моя мать, наверное, чувствовала вину за то, что так резко покинула её дом. Даже несмотря на то, что благополучие её единственного сына было под угрозой. Но не совсем. В смысле, я всё ещё жив-здоров. О бабушке Кларис такого сказать нельзя. Любили бабулю Кларис. Агрессивные нападения Белл не оставили на мне шрамов. Ни телесных, ни душевных. Хотя я стал преподавателем в начальной школе, так что можно подумать обратное. Но эти царапины далеко не худшее, что Белл сделала со мной. Я помню. Я играл с моделью самолёта. Она не была какой-то особенной, точно не электронной. Я мог только бросать её, как навороченный фрисби. Но мне всё равно нравилось. Я бегал по заросшим джунглям заднего двора, двора бабушки Кларис. Среди неухоженной травы, которая выросла выше лодыжек. И старых мёртвых яблонь, которые уже годы и годы не плодоносили, когда я заметил это. У бабушки Кларис весьма обширный двор. Был обширный, стоит поправиться. Потому что он ей больше не принадлежит. В нём были яблони, как я упомянул. Но были ещё и огороды, заброшенный курятник дедушки Альберта. Альберта. И озеро. Весьма большое озеро. С цивняком вокруг, словно что-то из книжки с картинками. Словно озеро изначало Алисы страны в стране чудес. Может быть, в тот день я призвал дух Алисы. Хотя я не свалился в страну чудес в поисках белых кроликов. Вместо этого я по глупости, если подумать, прыгнул головой вперёд в озеро. Пытаясь спасти жизнь чёрной кошки. Я услышал вой с громким всплеском и повернулся, забыв про самолёт. Он приземлился на землю и подпрыгнул пару раз, но я почти... Это не заметил. Я был слишком занят тем, что смотрел на озеро. Смотрел на бал. В старой поговорке говорится, что у кошек девять жизней. Но я не был настолько наивным, чтобы этому верить, даже в шесть лет. Я уже был на похоронах дедушки Альберта. Так что знал, что когда люди умирают, они остаются в земле и больше не встают. Но только если это не зомби-апокалипсис. У Белл не было девяти жизней. Была одна. И она была бесценна. Белл расцарапала меня лишь несколько месяцев назад. И не особо мне нравилось. Но я не хотел, чтобы она утонула. Вот почему я решил её спасти. Я хотел как лучше, но, как в скорости оказалось... Это была невероятно глупая идея по нескольким причинам. Во-первых, я не умел плавать. Во-вторых, Белл умела. Заебись. Неловкая херня, да? Я не совсем помню, что было после. Здесь мои воспоминания туманятся. Всё, что у меня есть, слова родителей и записи врачей. Мне сказали, что я едва не утонул. Я не видел света в конце тоннеля или чего-то подобного. А если видел, то не помню этого. Но кое-что из опыта беспомощного барахтания в ледяном озере на заднем дворе бабушки Кларис я помню. Я помню, как видел, медленно погружаясь, что Белл вылезла из озера прямо у меня на глазах. Превращая мою попытку спасения в ничто. Сейчас я лишь гадаю, но представляю, что моей последней мыслью перед тем, как глотнуть вонючие воды и потерять сознание, было. Ты действительно дурак. Прошло больше 30 лет, и я не думаю, что сильно изменился. Простите мою жену. Просто спросите мою жену Салли. Салли не нравится Арабелла Уэйт. Уэйт. И я не могу её в этом винить. Мне тоже не особо нравится Арабелла Уэйт. Учитывая это, странно, что Салли находится под абсолютно неверным впечатлением, что я, скорее всего, изменяю ей с Арабеллой Уэйт. Почему ты всегда так добр к этой ужасной женщине, Робин? Терпить её не могу. Где за? Мы сидим вдвоём в гостиной с задвинутыми шторами, пока телевизор жужжит на фоне, словно очень беззаботный пчелиный рой. Я не уверен, что мы, по идее, смотрим, потому что я не обращал никакого внимания. По-моему, это какая-то криминальная драма. Это бы объяснило недвижимый, безжизненный труп девочки-подростка с мокрыми волосами, растянутые по всему экрану. В криминальных драмах странная фиксация на мёртвых девушках. Особенно утонувших мёртвых девушках. Может, они думают, что это драматично. Может, что это сексуально. Пре-ра-фа-э-ли-ты. По-моему, точно так думали, учитывая их нездоровую озабоченность бедной Афелией. Я не думаю, что могу прокомментировать сексапильность или обратное этой мёртвой девушке. Она слишком напоминает мне Мелли. Это жена Мелли. Ань. Я знаю, что ты её терпеть не можешь, Сэл. Аня, она Сэлли. Но её деньги стоят ровно столько же, сколько чьи-то другие. Любая малость пригодится и далее по тексту. Не извергай на меня рекламные фразочки, Робин. Даже запоминающиеся. Даже их. Мне кажется, что Сэлли тоже не смотрит телевизор. Она сверлит взглядом стену. Натиснув в диванную подушку настолько крепко, что та бы принялась кричать, если бы могла. Зачем ей надо было приезжать за Анетта Крана? Она знает, что её занятия на фортепиано заканчиваются в половину шестого. Может, ей одиноко? И она решила вторгнуться в наш дом и навязаться на чашку кофе? Ну да, конечно. Это я пригласил её на чашку кофе, но у меня не было другого выбора. Ты бы мог сказать ей уйти? Не мог, Сэл. Не тогда, когда она приехала в такую дань. Мне бы было стыдно. Так тебе бы было стыдно причинить неудобство треклятой Робели Уэйд? Но меня тебя... тебе совсем не жалко? Мне полчаса пришлось выслушивать её нытьё о разводе. Мне казалось, что я сойду с ума. Ой, мне жаль Сэлли Пале. Я пытаюсь жалостливо глянуть на Сэлли. Но я не уверен, насколько это производит впечатление. Сэлли даже не смотрит на меня. Она слишком занята бурлением. Если бы тебе действительно было жаль, ты бы не скинул её на меня вот так. Я переводчик, а не профессиональный аниматор. Я знаю, прости меня из-за этого, Сэл. Мне правда очень жаль. Я просто не знал, что делать. Не мог же я оборвать урок Аннет лишь из-за того, что её мать приехала слишком рано. Готова поспорить, она нарочно это сделала. Из-за того, что ты всегда такой вежливый с ней, Робин. Ты слишком мягкотелый. Мне не нравится, с какой интонацией Сэлли говорит вежливый. Это звучит как обвинение. Словно она пытается повесить на меня преступление, которого я не совершал. Да, Робелла Уэйт действительно весьма привлекательна для матери-одиночки. Но ведь она остаётся бесспорно Робеллой Уэйт. Дочь Робеллы Уэйт Аннет учится в школе, где я работаю. Она уже два года занимается со мной на фортепиано. Но мои отношения с очаровательной мадам Уэйт исключительно деловые. Я почти с ней не разговариваю. Но Робелла Уэйт пытается разговаривать со мной. Я отвечаю, потому что это вежливее, нежели игнорировать её. Что предпочла бы Салли. Но я не пытаюсь поддерживать беседу. Зачем мне это? Если уж быть предельно честным, я думаю, что Робелла Уэйт тот ещё сноп и скучная, к тому же. Я не знаю, зачем она назвала свою дочь таким вычурным французским именем. У Робеллы Уэйт нет ни единой французской косточки в теле. Зато был французский член в горле. Пусть Робелла Уэйт разводится. Но в процессе развода уже более семи месяцев. Мне больше жаль Аннет, чем её. Мне кажется, что Аннет такая девятилетняя девочка, которой пришлось вырасти слишком, слишком быстро. Для своей матери она меньше дочь и больше постоянный домашний консультант. Неудивительно, почему она ведёт себя так тихо во время занятий. Мне приходится быть вежливым, Сал. Она платит деньги, и она переживает трудные времена. Я знаю, что у неё сейчас трудные времена. Я всё об этом знаю, Робин, потому что она рассказала мне. В подробностях. Она рассказала мне больше, чем я хочу знать. Что же... Салисапет. Если судить по тому, как она на тебя смотрит, то и сомнений быть не может, почему её последний муж собрал чемоданы. Тебе не кажется, что ты уж слишком её осуждаешь? Я не осуждаю её. Я говорю всё как есть. Она всегда вела себя с тобой и чересчур дружелюбно. Возможно. Но я же не отвечаю взаимностью на её чувства. Какими бы они ни были. Я всего лишь хочу помочь Аннет сдать экзамен 4 класса музыкальной школы. И вот почему ты пил кофе с Арабеллой на прошлой неделе, да? Потому что хотел помочь Аннет. Я тяжело вздыхаю, блядь. Как ты заебала уже. И мы снова к этому вернулись, не так ли? Я думал, вчера вечером мы исчерпали эту тему. Мы точно возвращались к ней недавно. Достаточно. Ненавижу баб из этого дурацкого фитнес... Из этого дурацкого фитнес-клуба, куда ходит Салли. Клянусь, они даже не пытаются похудеть. Как я понял, они встречаются каждый понедельник лишь для того, чтобы сплетничать. Миссис Харрис хуже всех. Я знал, что хорошим дело не кончится уже тогда, когда она вошла в дверь... Пост-то в прошлую субботу. Пока я пытался утешить рыдающие, а раба луает за чашкой капучино. Я уже сказал, Салл. Я не хотел пить с ней кофе. Мы случайно пересеклись. Она предложила вот и всё. Но тебе не нужно было соглашаться. Нет, не нужно было, но мне кажется, ей нужно было с кем-то поговорить. Развод это наверняка тяжело. Она расплакала и ссал. И, наверное, ей нужен сильный, красивый, уже женатый, позволь заметь, рыцарь, чтобы она могла... Чтобы она не могла перед нему стоять? Хватит. Что мне было делать? У меня не стальное сердце. А как же я, Робин? Ты подумал, каково мне было? Честно говоря, я о тебе тогда не думал. Я больше думал о том, что раба луает размазывает свой макияж. Точно не водостойкий, чтобы она там не говорила. По моей рубашке. Так ты говоришь, что я обнял её? Блядь. Я не хотел, чтобы это всплыло. Я потрясный оратор. Ну, как по мне, она обняла меня первой. И это были не объятия на самом-то деле. Она просто пыталась спрятать лицо. Я же сказал. Она плакала так сильно, что у неё потёк макияж. Быть в её объятиях словно тебя обнимает клоун в депрессии. Интересный опыт, но не из тех, что мне хотелось бы повторить в ближайшее время. Господи Иисусе, я не могу поверить. Сначала ты пригласил её на кофе, а теперь говоришь, что позволил ей рыдать у тебя в грудь на людях? Вот зачем ей нужно было выделять на людях? Разве было бы лучше, если бы я обнимал её наедине? Не понимаю, женщин. Слушай, Сэл, я знаю, что это звучит нехорошо, но всё было совсем не так. Она мне неинтересна. Это правда, даже если она носит одежду с глубокими вырезами. Это не то, что расстраивает меня больше всего, Робин. Проблема на самом деле не в этом. Чёрт, Салли так в бешенстве, а проблема на самом деле не в этом. Я в ужасе от мысли в чём же. Я разочарована в тебе. На прошлой неделе ты сказал, что в субботу поедешь в город. Вместе со мной и Мелли. Ты обещал. Ах, конечно, Мелли. Я таки знал, что что-то забыл. Ладно. Что это что-то всего лишь моя дочь. Действительно. Послушай, я... Я знаю, что обещал, и это было всерьёз. Я всего лишь отвлёкся, вот и всё. Был слишком занят, утешая бедную Робелу, да? Нет, Салли. Я просто не знал, что делать. Это повторяется уже не первую неделю. Ты почти месяц обещаешь Мелли, что проведёшь с ней день. И до сих пор ничего. Что у тебя такого важного, что ты в один жалкий день не можешь освободить... Что ты один жалкий день не можешь освободить для собственной дочери? Я знаю, что так нельзя, но... Мне правда жаль. Я просто был занят. Занят? Чем же ты можешь быть занят? Ты учитель музыки в начальной школе. А вот чем он может быть занят, мы узнаем в следующий раз. На этом на сегодня всё. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...